приветствую вас ласточки с вами снова Алла Касаткина сегодня я хочу вам дать базовый принцип как отличить мужчину который готов к отношениям который нормально с которым отношения потенциально можно строить от того с кем вы хлебнете проблем намучаетесь наплачетесь настрадаетесь и уйдете в освояси разбитая собирая себя по частичкам это очень важно я много говорю о том как ошибаются где неправильно и вот этот момент я хочу обозначить самый яркий чтобы вы точно понимали вот если этого нет сразу до свидания вот если нет самого главного принципа до свидания без разговоров потому что здесь даже рядом стоять не стоит почему я об этом говорю я психолог напоминаю для тех кто со мной не знаком меня зовут Алла Касаткина я почти 20 лет работаю с женщинами помогая им находить свою любовь устраивать свою жизнь изменять ее к лучшему ссылка на мой сайт вот кстати подарок для вас есть в описании видео если вы еще не подписаны на канал красную кнопку жмем лайки ставим потому что это ваша благодарность мне за то что я для вас делаю а ютубу очень нравятся ваши лайки и комментарии и так что же за главный принцип обычно женщины как думают если я пришла на свидание и готова сказать чего я хочу как мне надо это нормально что мужчина мне тоже в лоб с порога выдает чего ему надо как ему надо и мы садимся я прикидываю что если я сейчас выкачу свои условия мне ничего не обломится и я потеряю мужика и женщина начинает слушать все что ей рассказывает и вот это самое главное первая ошибка потому что принцип который отличает мужчину который готов строить с вами отношения внимание готов строить с вами отношения то есть у него серьезный настрой им на ему надо не погулять не потрахаться не попить чьей-то крови не поиздеваться не секс на шару ему нужны отношения он их ищет он ведет себя определенным образом так вот как же он себя ведет а он вас слушает он прислушивается к тому чего вы хотите он не спешит вам выкатывать как ему надо как ему удобно и прогибать вас под себя потому что ему важно понять кто перед ним сможет ли он с вами жить и сможет ли он вас пригласить в свою жизнь впишетесь ли вы в нее он прикидывает как вы войдете в его жизнь это абсолютно нормально то есть он будет слушать чего вы хотите как вам удобно он будет считаться с этим мужчина который к отношениям не готов он рассказывает вам как ему удобно он вас одергивает он вас постоянно прогибает под себя он делает то что ему нравится как ему нравится он вас втягивает в то как ему привычно приятно удобно и все тому подобное он очень часто задает вам сразу слету свою рамку как он видит я не готов к отношениям или я привык пробовать женщину сразу на зуб на ну то что в брюках и на прочие вещи я должен тебя протестировать у меня с бывшей было вот так я хочу также то есть как только вас начинают отжимать мужчина к отношениям с вами не готов он ищет кого бы поформатировать под себя прогнуть это точно не про счастье если вы по женской ошибке а женщины очень часто совершают эту ошибку они типа согласились а потом я может быть отожму не отожмете будет так как удобно ему поэтому вот сразу четко у вас должен стоять фильтр если мужчина слет у вас начинает куда-то загонять в какие-то рамки ставить вам какие-то условия навязывать диктовать особенно если он начинает манипулировать это точно мужчина которому отношения даже даром не нужны он решает свои психологические проблемы он может решать свои жилищные экономические любые проблемы за ваш счет готовы быть донором для него не вопрос решайте но если вы ищете мужчину для серьезных отношений запомните он всегда всегда будет слушать смотреть обращать на вас внимание он будет ухаживать делать для вас приятное он будет показывать всячески что он к этим отношениям готов у вас нет гарантии что у вас сто процентов с ним сложится дальше могут у вас где-то возникнут разногласия но первое серьезный настрой потому что очень женщины многие часто говорят я хочу вот точно знать как проверить настрою но на отношения или ему только погулять и всего поразвлекаться так вот вам самый простой самый надежный фильтр смотрите делайте выводы и будьте счастливы а мы с вами встретимся следующих видео кстати наверняка у вас уже есть такие истории где вы приходили на свидание вот вспомните поделитесь комментариях ими где вы приходили на свидание вам сразу мужчина загонял вас как как в этого как барашков стоило ставил вам какие-то рамки чем это все закончилось давайте вспоминайте делитесь с другими женщинами опытом пусть перекрестным опылением будем перенимать опыт друг у друга а если есть вопросы тоже пишите в комментариях хотите поспорить пишите мы с вами встретимся в следующих видео пока пока ласточки до встречи в следующих видео